и снова здравствуйте всем привет и так хочу попробовать сделать персонажа джедая по рисунку макса петрика давайте посмотрим сначала опции бак граунд вот такой вот персонаж прикольно мне понравился и что-то загорелся захотел попробовать как он будет выглядеть именно в 3d модели так теперь что подгружаю опять же болванку с которой я буду работать это забрать болванка новая вот такая заготовка и так вытянутые значит челюсть давайте повторим все это дело включим симметрию ok ok включим grab детализацию где-то на середину и попробуем все это дело опять же вытянуть как значит в люпене когда я делаю люпена принцип тот же так челюсть чуть-чуть у него такая помощнее наверно должна быть так еще что тут у него присутствует боковая челюсть надутая и вот это вот нижняя челюсть она более округлая но сейчас это дело подкорректируется есть такое дело нос как вот уже не видно буду импровизировать так теперь значит включаем драйв без давайте склеим и через control control и кисточку побольше кстати здесь можно тоже клавишами работать я вот забыл какими давно не сидел так control это маска через alt вдавливаем интенсивность побольше глаза у него будут такие вот большие и лучше поглубже делать чтобы потом можно ставить века было и века хорошо именно выделялась и кости вставлялись хорошо так и правая кнопка мыши выравнивает опять же хочу сказать почему я делаю болванки скульптой с альфа 6 потому потому что она мне нравится это моя первая программа и здесь все мягче мягче ласковее нежнее так вот эта кисточка флатом она значит все тут выглаживает лоб если провести вот так вот визуально то получается у него голова должна быть где то наверное вот такая чуть пониже опущу плечи сейчас сначала намечу нос чтобы понимать что тут да как так клей можно отключить шифтом левой кнопкой мыши выровнять и нос у него это наверное вот такого ракурса и он у него пониже так здесь у него больше наверное вот судя по этой переносицы переносится где-то наверно вот такая будет здесь нос пониже и ноздри чуть пониже так глаза вообще у него когда откроет будет вот тут ну в принципе все правильно так намечаем теперь рот и вопрос в чем делать рот сразу здесь открытым или отделить забрать и потом уже доработать ну давайте я пока намечу и отделю по прошлым роликом уже значит забрать нос это значит вот такая штукенция здесь намечаем именно ноздри ноздри побольше ноздри раз нос большой и ноздри должны быть глубокие большие и будем экономить на ракурсе так теперь что еще вот эти вот закрылки вот эти ноздри я хочу чуть-чуть опустить а вот эту часть чуть-чуть приподнять и значит чуть-чуть их увести в бок саму сапатку побольше расширить это наверное в таком духе но здесь можно еще и приподнять так теперь разберемся вот с этой переносицей больше ее вот так углубим и нарисуем вот эти вот круги под глазами чтобы потом вставить значит нижнее веко так что у него лоб у него такой не будет все тут должно быть гладко персонаж здесь должен быть голодки скулы скулы полюбас у него присутствуют значит клэем клэем я накидаю вот здесь вот небольшие скулы поменьше интенсивности вот так вот чуть-чуть сюда и накидаю вот эту напухлость именно на нижнюю часть челюсти тоже шестом выложим вот так это получается где-то да так что с подбородком подбородок должен острый быть ну давайте заострим его так здесь наверное все таки оставлю ровно а нижнюю часть только заострю вот эту так и заодно подправлю шею так чтобы он был мягкий и потоньше я его хочу сделать чтобы он был худощавый верхняя часть тоже давайте выровняем скажу немножко вот в защиту вот этой программы это очень хорошая программа именно для болванок но даже можно здесь сделать персонажа животных очень тоже хорошо получается здесь чуть-чуть аппокат да где-то так так она вошла именно в The Brush как Sculpt3Sprone по-моему да Sculpt3Sprone ее купили эту программу и поэтому перестали ее развивать а программа очень именно хорошая ее чуть-чуть доработать добавить ну есть доработанная версия онлайн онлайновская и есть установочная это значит SculptGL ну вот на Sculpt3Sprone альфа 6 полностью похож похожа есть онлайн версия и если кому повезет то можно найти именно версию которая устанавливается ну запускается из папки скачивается на компьютер вот так я думаю уши вот такие ему подойдут под его фейс лица но вот здесь вот еще в чем в принципе показ нормальный опять же видите если у вас не будет работать кисточка у вас отключен global то это значит здесь здесь наверное еще округлее сделать вот так теперь еще подбородок чуть-чуть потоньше вот так и чуть-чуть попрямее теперь наметим сейчас пока губу это будет нижняя губа так губы у него потом на другом на другой картинке я вам покажу так теперь опять же клеем их ставим под углом так все это дело можно здесь подкорректировать накидатели в мягкие части опять же скульптис альфа 6 лучше работать под углами не работать допустим если кидаете челюсть то лучше повернуть где-то в таком ракурсе и уже вот в эту сторону накидывать вы видите что прикольно получается так что у него еще у него вот эта часть от носа не очень выразительная я чуть-чуть ее намечу сделаю вмятины вот эту угол в принципе симпатична так что еще нормальная скула присутствует опять же можно обрисовывать и потом сглаживать и вы видите что уже получаются более четкие формы так здесь уменьшим так что у нас с губой нижнюю часть губы выглаживаем вот снизу губы и желательно еще взять клейн клейн и через альт через сделать вмятину переход и его выгладить вот так вот уже так замеряем смотрим вроде бы ничего так теперь немножко подкорректирую уши нарисуем уши как они должны быть и теперь клеем кисточка драйв через альт можно без клея и потихоньку вдавливать тут что хорошо можно работать с щелчками щелчок щелчок и кисточка рисует прикольная штука вообще тут все нежно классно попробуйте кому интересно не пожалеете ну в прошлых роликах где я показывал как лепить того или иного персонажа я уже рассказывал много вот этих всех штук которые помогают сделать нормальную где-то обводы вот этот штук ухо обрисовываете и у вас получается вот такая мякиша за ухом вот этот треугольником делаете и чтобы ухо нормально было вот эту часть немножко вводите вперед вот чтобы получилось как бы ямко уши можно делать квадратные треугольные округлые я сделал вот такое мультяшное так что тут здесь очень большая значит вот это мякиша надо ее вот под углами тянуть уху корректируя заодно череп здесь шестом чтобы он был гладенький с этой сеткой кстати вот когда вот эту модель закидываете потом значит забрать очень хорошо вот это дайна наше это значит клавиша вот она и понижает от высоких к низким вот еще можно понизить видите насколько низкополигональная становится модель сейчас здесь не видно здесь на белом фоне не вижу в этом углу сколько полигона ctrl z ctrl z возвращается как и забрать все на шаг назад и ctrl z на шаг вперед так так вот брови вот эти я наверно тут их уже сразу нарисую ключу clay кисточку сделаю поменьше и они у него квадратные почему ну можно их потом добавить и в браш но просто это будет единое целое здесь смотрите вот когда вы рисуете вот эти вот закруглю их здесь рисуете вот эти брови чтобы они были четкие опять же включаете интенсивность можно поменьше clay вот так под углом вот так и вставить и вот можно нарисовать треугольник вот так треугольник вы видите что уже появилось вот это ребро также можно флата нам взять и кисточку сделать поменьше поменьше кисточку еще поменьше и чуть-чуть здесь провести тогда они вообще будут бомбовски выглядеть ровненький потом здесь угол можно выровнять и под углом провести по низу так вот раз вот ну я думаю персонаж нормальный через alt можно сделать ну тут не знаю ну тут спадина так вот значит что делаем через клей и чуть-чуть здесь подносим вот эту спадину и поднакидаем вот эту подносом ступенцию вот так а здесь вот немножко някоти вот эти вот немножко типа разделения как по анатомии у кого нос большой у них вот нос делится вот на вот такую ступенцию поломка готова можно еще в ухо добавить здесь нарисовать побольше и добавить рисунок треугольником рисуете и можно даже не накидывать вот эту массу а просто ввести от разных углов и рисовать допустим треугольник и будет литить получатся она вминает ну а где-то можно впадину в дырку сделать отверстие для слуха можно побольше сделать вот так так ну а остальное вытяжка там корректировка делает значит дебраш и тело из болванки и посмотрим что получится все всем пока до свидания